МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ирина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Большое вам спасибо за то, что вы согласились принять участие в нашей программе. Вы уже перед записью немножко мне сказали, что вы буквально первыми пришли к нам. За это отдельная, конечно же, благодарность. Ну и я хочу продолжить в том же ключе, в котором я начала программу. Хакасии и России на самом деле есть чем гордиться. Вот ваш взгляд изнутри, ваше внутреннее осознание, что говорит? Вы же в качестве тренера сборной работали на Паралимпиаде. Эти состязания доказали еще раз, что волю к победе у наших спортсменов сломить чем-то, вот чем-либо очень сложно. Ну, я могу сказать, у наших спортсменов не только есть такая мощная подготовка, заряд, несмотря на всю обстановку, которая сейчас сложилась, не только в стране вообще, во всем мире. Ну и я хочу сказать, что и так же у нашей сборной есть огромный резерв людей, которые просто в данный момент что-то не получилось, у кого-то на последнем этапе буквально не получилось. Кто-то психологически не подготовился, либо кто-то накануне успел переболеть коронавирусом, да, и не смогли просто попасть. Очень обидно даже. Были случаи, когда вот сборная плавания находилась с нами в Южно-Сахалинске на подготовке, и у них просто были спортсмены, которые непосредственно там успели поболеть. И, соответственно, на последнем этапе, казалось бы, ну вот две недели, и ты вроде в Токии, твоя мечта сбылась. К сожалению, они были отстранены от игр. Поэтому резерв есть, есть над чем работать. И я как тренер могу сказать, что посмотрев на и пожив вот в этой атмосфере практически месяц с такими людьми, не только вот в данном виде спорта, да, на стольном теннисе, но и в других видах спорта, сила воли настолько у людей мощная. У особенных спортсменов, да, и особенная воля к победе. А что для них значит участие вот на таком уровне в этих состязаниях? Я думаю, что на самом деле для всех это уже победители, то, что они туда попали в первую очередь, независимо от того, у кого-то получилось, у кого-то не получилось. Потому что были спортсмены, допустим, вот есть спортсмен, который его просто приглашает на Паралимпиаду, как образец, наверное, и показать. Вот я, знаете, с вами сейчас разговариваю, у меня мурашки потелут. То есть он играет в теннис без рук. У него ракетка находится в зубах. То есть и вот он обычно играет под группу, у него встречаются два-три игрока, но его снимают все камеры, его каждую Паралимпиаду показывают. Вот такая вот реклама, наверное, и стимул для других, что не нужно сидеть дома, нужно себя реализовать через спорт. Это уникальная возможность. И можно, пользуясь случаем, я хочу обратиться к родителям таких особенных деток, которые стесняются своих детей. Выходить из дома, гулять там на детских площадках, приходите ко мне в зал. И все. И за счет, наверное, спорта у них есть уникальная возможность познакомиться с такими же, как они, реализовать себя через спорт, добиться результатов и посмотреть, и вообще мир даже просто посмотреть, научиться. И им будет легче находиться в этом мире. Наверное, даже самое главное в этом моменте это какую-то уверенность почувствовать в себе. Это вообще уникальная уверенность. Потому что меня очень, знаете, поразил такой случай на завтраке. Спортсмен нашей сборной, пловец, у него отсутствуют полностью верхние конечности. Он подходит и стоит, ну, такой стеллаж с соусами. Соусы там в сосудах разные орехи. И он в зубах подносит стаканчик, ставит. И я говорю, я могу вам помочь? Он говорит, да. Я говорю, чем? Он говорит, улыбнитесь, пожалуйста. То есть я снимаю маску, приспускаю ему улыбать. Я говорю, ну а все-таки? Он такой говорит, это всего. О, доброе утро. Он ставит стакан, зажимает, значит, между подбородком и грудной клеткой сосуд, насыпает себе. И ты идешь с разносом и думаешь, елки-палки, какие у тебя супервозможности, то есть, да, ты можешь все сделать. То есть он сам себя насыпает, сам себя обслуживает. И они всегда отказывают в помощь. Не надо им помогать. То есть они все могут сами. Их до обижают, да? Ну, я не могу сказать, что они стараются все сделать сами. Иногда я, допустим, волей-неволей даже спортсмены из других стран. Вот впереди там бывает наклонная плоскость, по которой трудно заехать на коляске. Я волей-неволей так непроизвольно его как бы... Ну, они, конечно, благодарят, но в основном они все справляются абсолютно сами. То есть помощь не требуется. И когда девочка, допустим, вот сейчас вам могу сказать, мы ехали на парад открытия, она тоже без рук снимает кроссовки, носки и двумя ногами просто пальцами ног завязывают шнурки. И так быстро, что я думаю, что у нас школьники так не завязывают. То есть и так же в столовой они обслуживают себя полностью, едят ногами, пользуются телефонами, гаджетами, все это ногами. И ты просто восхищаешься силой воли, и как они вообще в этом мире просто нашли себя и нашли себя через спорт. Но вы же не первый год, да, занимаетесь с особенными спортсменами. И понятно, что это не первое для вас мероприятие. Вот в этом году оно было каким-то таким, я не знаю, особенным, сложным, может быть, опять-таки ковидным ограничением к этим вернемся. Да как это все происходило? Мы постоянно ездим на международные соревнования, и ты встречаешься только со спортсменами данного вида спорта. Это соревнование отличалось тем, что было большее количество стран, и было больше спортсменов, и были они разной классификации. То есть некоторых поражений ты просто, ну, может, данных видов спорта даже не встречал. То есть они есть без рук, без ног, то есть они плывут, могут себя обслуживать. То есть ты просто поражаешься, и каждый день ты поражаешься, ты находишься в этой сфере, и там, знаете, такое вот... Тяжело, наверное, очень, да, в первую очередь для вас? Знаете, для меня, наверное, тяжело было, когда я первый раз поехала на международные соревнования, и встретилась вот просто в данном виде спорта, да, просто в теннисе, когда красивая девушка при наличии одной руки на двух протезах играет в теннис, и вот, и потом смотришь, что это вот, когда она выигрывает в силоволе, да, потом снимает протезы, там, вот, кровяные подтеки, ты это все смотришь и думаешь, елки-падки, а ты ж надо так любить вот этот спорт, ехать, вот это вот все протезы, запасные, то есть протезы, все это подгоняется, все это, я не знаю, это вот сумасшедшая силоволе, то есть, и ты вот, знаете, наверное, как-то заражаешься вот этим вот стремлением, и когда кто-то там, начиная даже, мы спортсмены, ой, да мы же инвалиды, я говорю, инвалиды, все дома инвалидов, вы спортсмены, то есть все вообще это, все пришли сюда, это спорт высших достижений, и даже я вообще не слышу, вот это вот все через не могу, вот, а все, что касается мер, да, меры были жесткие, в Южно-Сахалинске мы сразу всем спортсменам и приучать себя, потому что в Японии никаких поблажек не будет, и даже при спускании чуть маски с носа, это сразу вот... Нарушение. Да, то есть тебе сразу уже машут, я не знаю, откуда они берутся, на велосипедах они отсюда, такое чувство, за тобой всегда идет контроль. В спортзале тоже везде санитайзеры, везде все, что касаемо, вот, это ковидных мы, наверное, говорим, а все, что касаемо российской атрибутики, это мы все еще проверили в Южно-Сахалинске на сборах. Вот я хотела, да, к этому моменту, к этим ограничениям перейти, это, наверное, было более сложным, да, даже, чем ковидные. Я как бы раньше как-то никогда мы не задумывались, а когда на сборах потом находишься еще раз, говоришь своим спортсменам, пересмотрите всю форму, футболки, кроссовки, носки, вплоть до брелков там, то есть заколки, невидимки, то есть ты никогда не смотришь, да, действительно, есть где-то триколор. Все это скребалось, отправлялось, кто у нас был на спарринге в Южно-Сахалинске, отправлялось в Москву. Я должна сказать, когда идет награждение, и очень хочешь послушать Чайковского, даже уже не наш гимн, хотя, понимаешь, в тех условиях Чайковского, и звучит у нас, получается, Елена Прокофьева стала, с нарушением интеллекта стала первая, я могу сказать, что до слез. Даже когда твои девчонки находятся из сборной на пьедестале, и без гимна, а просто висит флаг, и они стоят, ну, это непередаваемое ощущение, которое я желаю, чтобы каждый спортсмен и каждый тренер почувствовал, потому что это непередаваемо. Даже на международных соревнованиях это не так. То есть это невозможно передать, и ты каждый раз со слезами, с мурашками, обнимаешь, и вот здесь вот трясется. То есть, и я вот таких два, наверное, ты это чувствуешь, каждое награждение, и ты это чувствуешь, когда зажигали, огонь. То есть, ну, это, не знаю, это непередаваемо. Наверное, к этому стремится, да, именно каждый спортсмен. Вот эта сборная, вы уже сказали, что она была, конечно же, особенная, да, они совершенно уникальны, все спортсмены, на мой взгляд, уникальные люди, а спортсмены, у которых еще и какие-то есть проблемы со здоровьем, и им на самом деле можно и нужно гордиться. Чем-то еще она отличалась? Какие они? Как они вот это вот все восприняли? Или как, ну, у нас очень достойные результаты? Очень достойные по сравнению с прошлыми годами. То есть, было 102 медали у сбора, сейчас на данный момент 118 по результатам. Плавание очень все хорошо проявили, да. Несмотря на все ограничения, да? Да, вообще. Несмотря на ковид, несмотря на то, что мы не могли. Я могу сказать, что у нас был момент, когда в легкой атлетике у слабовидящих, то есть там в первые дни забега, то есть эти люди бегут с сопровождением, и сопровождающему стало просто на дистанции плохо. Он не добежал, потеряв сознание. Сопровождающий? Сопровождающий. А спортсмен добежал. И как бы ему не засчитали результат. Сборная летела домой в Россию с чувством удовлетворения или были такие моменты, которые хотелось переиграть? Переиграть? Угу. Переиграть я хотелось. Или вот что-то где-то акцент сделать, да, как-то не так подготовиться, где-то вот посильнее. Знаете, для меня, как для тренера, был очень такой важный момент, когда Владимир Топорков играл встречей важной с американским спортсменом. То есть это его был спортсмен в плане игры, он для него очень был удобен, мы на него настраивались. И когда ты стоишь уже на построении, вот сейчас будут озвучивать твою фамилию, тоже выходить на поле игровое. И задержка матча, и задержка это на час 15. И ты психологически понимаешь, что твой спортсмен уже перегорает, то есть он вот был настрой такой боевой. И я смотрю, что он вроде как уже поспокоился уже вроде какой-то, выходим на поле. А потом начались какие-то нелепые мячи, там случайные какие-то то в торец ракетки, то еще что-то. И собраться не может, завестись сам не может на игру. То есть и матч был проигран, это был самый, наверное, обидный такой матч, так была бронза. Он был первый раз на Паралимпиаде, занял пятое место. Для него это отличный результат. Ну, отличный. Но для меня как тренера, да. То есть это было и реально, и была возможность уникальной. И спортсмен был, которому мы проиграли, ну просто его. То есть по зубам. То есть это очень обидно. И вот этот момент мне как тренера очень хотелось бы отмотать. Но ничего, нас это делает сильнее. Мы пересмотрели, рассмотрели все ошибки. Есть над чем бороться. Он говорит, во Франции таких ошибок не допущу. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. И мне хочется завершить программу именно вопросом о наших спортсменах, о тех, кто тренируется на нашей родной хакасской земле. Есть ли у них какие-то перспективы, есть ли какие-то особенные планы, может быть, есть какие-то слова, которые сегодня прозвучат именно для них, Ирина Александровна? Есть. У меня два спортсмена, Исаков Григорий и Соколов Александр, которые в Словении были в июне на отборочном турнире. И нам просто проиграли на последнем этапе. Но я хочу сказать, что нам не хватило, наверное, из-за ковидных вот этих мер. То есть год у нас выпал. Плюс у нас не получилось из-за финансирования посещение международных соревнований до нужного рейтинга. На следующий этап я заряжена, и они тоже соответственно. Вы сегодня пришли к нам на программу со своим, да? Как правильно это называется? И что у вас, что за значки? Вообще это аккредитация. Честно говоря, я не была готова к тому, что есть такая традиция на Паралимпийских играх, обмен значками с других стран. Да, с других стран. И как-то мы... Вы станистами обменивались? Нет. Нет? Да. Подходят другие сборные, и начинается ченч, и начинается все. А ты не подготовлен. Учитывая, что нам нельзя было никаких российских значков своих привозить. Это было сложно. Да, да, да. И максимум, что можно было, уже на последнем этапе в Южно-Захалинске купили матрешек, таких маленьких матрешек. И все хотели очень балалайки, матрешки, медведей. То есть как бы... Ассоциация с Россией такая. Да, 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 с Россией. Да. И в принципе у нас то, что было на спинах написано нейтральный атлет из России, в принципе для всех все равно были Россия. Как бы там ни хотелось, другие команды все равно понимали, а, это Россия. Хотя мы не произносили, но другие страны понимали. Ирина Александровна, не устану сегодня вас благодарить. Еще раз спасибо, что пришли к нам. Очень рассчитываю, что через какое-то время мы с вами встретимся, и у вас будет этих вот значков в два раза больше. Да. И успехов обязательно в несколько раз больше. Ну и в том числе, конечно, покажут все свои ресурсы, проявят все свои ресурсы. И наши, главное, хакасские спортсмены. Мы за них, за вас сильно всегда болеем. Сегодня спасибо, до встречи. До встречи, до свидания. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопрос дня». Увидимся в эфире канала РТС. Редактор субтитров А.Семкин